Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем подписаться, ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной и полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины, причем не только в формате тест-драйва, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора из серии «На что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля» это полноразмерный японский минивэн. Эта машина наверняка попадет в круг рассматриваемых покупки вариантов, если для вас принципиален левый руль, 7 мест, которые этот автомобиль может иметь и зачастую имеет в большинстве комплектаций, а также экономичность при ежедневном использовании по городу. Встречайте, Toyota Versa! Минивэн Toyota Versa появился на конвейере в 2009 году и сменил на этом поприще предыдущую довольно популярную модель, которая называлась Toyota Corolla Versa. Так вот, не следует путать эти два автомобиля. По сравнению с Corolla Versa, Versa обычная стала на 8 см длиннее и на 2 см шире, то есть автомобиль увеличился в размерах. Кроме того, на Toyota Versa установлена совершенно другая линейка двигателей, нежели на предшественнике. И, к счастью, больше нет роботизированной коробки передач. Выбор трансмиссии сведется к механике, либо к вариатору, если речь идет об автомобилях, предназначенных для российского рынка, для рынка Европы с дизельными моторами, которые к нам не поставлялись, мог агрегатироваться обычный гидромеханический автомат. Toyota Versa выпускалась до 2016 года. В 2012-м внешность автомобиля основательно освежили, особенно это касается передней части. Но принципиальных различий по агрегатной базе между дорестайлинговой и рестайлинговой машиной уже нет. Привод у этой машины мог быть только передним. По количеству мест в салоне были доступны как 5-местные, так и 7-местные варианты. В нашем случае это как раз 5-местная версия 2010 года выпуска. Под капотом мотор объемом 1,8, 147 лошадей, а коробка передач вариатор. По традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля, про толщину и качество окраса, а также о том, насколько хорошо кузов способен сопротивляться нашим дорожным реалиям. В том, что касается толщины окраса, все Versa окрашены более или менее стандартно, и диапазон значений толщиномера обычно лежит в районе 90-130 микрон. Что касается качества окраса, оно вполне удовлетворительное. ЛКП достаточно прочное. Естественно, как и любой другой автомобиль на вторичке, в процессе эксплуатации кузов Versa может покрываться сколами и царапинами. Однако даже глубокие сколы до металла на этих автомобилях ржаветь особо не торопятся. А будучи своевременно подлеченными, они однозначно отодвигают вопрос возникающей коррозии на очень дальнюю перспективу. Что касается ржавчины на кузове, то здесь к этим автомобилям на самом деле тоже мало претензий. По большому счету ржавчина, если где-то и появляется, то, как правило, в виде поверхностного налета на днище и на элементах подвески. Что, в общем-то, не стоит рассматривать как нечто критичное и отталкивающее от покупки. Главное, чтобы не было сквозных дыр. Что касается внешне кузовных элементов, то каких-либо отдельных особо больных мест у этого кузова, пожалуй, нет. Но в качестве стандартной рекомендации при осмотре автомобиля обращайте внимание на нижние кромки дверей, целостность порогов. Особенно это касается осмотра автомобиля на подъемнике и задних арок. Само собой, разумеется, хорошая сопротивляемость коррозии – это та характеристика, которая относится к автомобилям, не побывавшим в серьезных ДТП с последующим кустарным восстановлением. Поэтому ваша основная задача при осмотре кузова Toyota Versa – исключить для покупки варианты после серьезного ДТП. Что касается салона и электрооборудования. В данном случае Toyota Versa – это довольно простая машина. И эта простота на руку будущему владельцу. Ведь чем машина проще, тем меньше того, что может сломаться. В данном случае, по части качества, Toyota Versa, в общем-то, оправдывает шильдик, который она несет на решетке радиатора. Это действительно Toyota. За годы работы через наши руки прошло достаточно большое количество подобных автомобилей. Но каких-либо серьезных неисправностей по салону в них, как правило, не было. Максимум мелочи наподобие неработающей кнопочки одного из стекол при управлении сводительского пульта стеклоподъемников, либо неработающей клавиши на мультируле. Соответственно, при осмотре автомобиля просто проверьте, чтобы все функционировало исправно. Обратите внимание на корректную работу кнопок стеклоподъемников по всему автомобилю. Обратите внимание на то, чтобы если у вашей комплектации предусмотрен мультируль, он исправно функционировал. Не лишним будет также убедиться, что климатическая система автомобиля работает исправно. Заслонки управления воздушными потоками не издают каких-либо лишних звуков при работе и исправно меняют направление обдува. Что касается самого салона, качество исполнения и материалов, он сделан достаточно добротно. Хотя по качеству и дороговизне материалов это, конечно, не Rolls-Royce, но этого от семейного минивэна, в общем-то, никто и не требовал. Претензии на роскошь этот автомобиль не оправдывает, но салон добротный и даже к большим пробегам в районе 200-230 тысяч все еще выглядит достойно. Что касается гаммы двигателей, на российский рынок Toyota Versa поставлялась только с бензиновыми моторами 1.6 либо 1.8. Оба этих двигателя относятся к одной и той же серии и конструктивно между собой отличаются только рабочим объемом. Все остальные технические нюансы по этим моторам идентичны. Это серия ZR, соответственно, 1.6 литра это 1 ZR FAE, а 2 ZR FAE это двигатель с рабочим объемом 1.8 и мощностью 147 лошадиных сил. Что представляет собой этот мотор конструктивно? Это алюминиевая рядная четверка с двумя верхними распредвалами. Данный двигатель имеет систему изменения фаз газораспределения, непрерывного изменения фаз газораспределения, которую Toyota именует Dual VVTi, то есть и на впускном, и на выпускном валу у нас установлено по фазовращателю. Суффикс FAE в названии двигателя говорит также о том, что здесь применена система изменения высоты подъема клапана. Вольватроник, так ее называет Toyota. Применение системы фаз газораспределения и вольватроника вкупе позволило сделать достаточно эластичный двигатель, мощность которого как раз была поднята до 147 лошадиных сил. Кроме того, на 1.2 ZR-FAE установлены гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Соответственно, заниматься их регулировкой владелец этого автомобиля не будет. Привод ГРМ на этом моторе цепной. И цепь эта, кстати, весьма и весьма ресурсная. Если вы слышите какие-либо посторонние звуки со стороны привода ГРМ, а пробег вашего версия еще не подошел к отметке ну хотя бы 200-250 тысяч километров, то, скорее всего, достаточно будет поменять только натяжитель цепи. А сама цепь еще не будет демонстрировать признаков растяжения. По современным меркам пробег до замены цепи 200-250 это очень даже неплохо. Также на больших пробегах под 200 тысяч километров могут попроситься на замену клапана ВВТ-Ай. Но это происходит не всегда и не у каждого владельца версия. Соответственно, возможные проблемы по цепи либо по клапанам ВВТ-Ай вы услышите в виде характерного шума при работе двигателя. Кроме того, при работе этого мотора стучащие звуки может также издавать и вакуумный насос. Процедура его лечения достаточно недорогая и несложная. Так что, если при осмотре автомобиль вам всем понравился, но смущает некий посторонний звук, не поленитесь загнать его на профильное СТО. Вполне возможно, что проблема эта достаточно бюджетная и несерьезная. Что касается расхода масла на угар на этих двигателях, производитель устанавливает норму в литр на тысячу километров пробега. Однако это весьма много и на практике подобные моторы особо не замечены в масляном аппетите. В отличие от предшественников с маркировкой 1ZZFE, на смену которым этот двигатель и пришел с 2007 года. В том, что касается хронических и характерных болезней, двигатели серии ZR, пожалуй, не замечены. По большому счету, проблема, которыми они изредка докучают своим собственникам, это либо шум со стороны навесных агрегатов, и в этом случае, естественно, нужно произвести ремонт, либо замену соответствующего агрегата, либо плавающие обороты, которые здесь чаще прочего связаны с загрязнением и неправильной работой дроссельной заслонки. Так же, как и на Toyota Camry, на этих автомобилях иногда нет-нет подкидывает сюрприз в виде подтека или постороннего шума при работе помпа. Ее ресурс около 50-80 тысяч километров до замены. Это касается оригинальных запчастей. Если вы используете дубликат, ресурс такого компонента может отличаться, причем не обязательно в меньшую сторону. Будучи владельцем подобного автомобиля, следует также помнить о том, что алюминиевый 2ZR-FAE не особо любит перегрев. Поэтому за функционированием термостата и частотой системы охлаждения здесь нужно смотреть обязательно. В общем и целом, если за этим мотором следить, использовать качественные масла, менять их регулярно и не заправляться где попало, 2ZR-FAE способен отходить за 250 тысяч километров пробега. 250 тысяч – это ресурс, заложенный производителем. На практике встречаются автомобили, которые проехали значительно больше, чем даже 350, а в некоторых случаях и свыше 400 тысяч. Мотор простой, мотор надежный. Резюме можно брать. Что касается коробок передач, на Toyota Versa могла устанавливаться либо шестиступенчатая механика, либо вариатор, который в ручном режиме способен имитировать работу семиступенчатого автомата. Что касается ресурсов коробок, у механики ресурс, как водится, не ограничен, практически не ограничен. Каких-либо проблем за механическими коробками Versa не было замечено. Единственный момент, что к большим пробегам может разбалтываться сам механизм переключения, и переключения теряют былую четкость. Что касается вариаторной коробки передач, как в нашем случае, это трансмиссия фирмы Asin, маркировка ее К311, и к моменту, когда эта коробка добралась до Toyota Versa, она, в общем-то, уже стала проработанным и далеко не сырым продуктом. Эта трансмиссия на моделях компании Toyota встречается и в паре с более мощными двигателями, поэтому ресурс ее на Versa очень и очень приличный. 200, а то и 250 тысяч километров пробега. Единственная рекомендация, раз в 150 тысяч хотя бы, посмотреть на состояние ремня. В большинстве своем, после 150 тысяч пробега, если что-то в этой трансмиссии нуждается в обновлении, так это как раз сам ремень. Все остальные агрегаты коробки способны выходить намного дольше. Самое нехорошее, что можно сделать с вариатором, это не обращать внимания на первые признаки наступающей неисправности. И, как в случае с болезнью, запустить все это дело до момента, когда поможет только полная переборка агрегата. Кстати, продлить жизнь вашей вариаторной трансмиссии поможет регулярная смена масла. Желательно делать это не реже, чем раз в 40-45 тысяч километров пробега. Меняйте жидкость и фильтр, и ваша коробка прослужит столько же, сколько ваш двигатель. Теперь о подвеске Toyota Versa. В данном случае определяющим словом послужит надежность и прочность. Подвеска эта на самом деле очень выносливая. До 100 тысяч километров пробега многие владельцы вообще не заморачивались с заменой здесь чего-либо, кроме стоек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости, которые, как и на любом другом автомобиле, являются расходниками и чей ресурс очень сильно зависит от качества дорожного покрытия в том регионе, где вы эксплуатируете автомобиль. Кроме того, на ранних партиях этих автомобилей не отличались повышенным ресурсом пружины передней подвески. И в данном случае дилера даже устраивали отзывные кампании по данному вопросу. Однако, если вы покупаете Toyota Versa в 2021 году, а самый молодой экземпляр этого автомобиля может быть выпущен в 2016, соответственно, предполагайте, что данная проблема, если она и встретилась когда-то на машине, уже была устранена предыдущим владельцем. И вам по этому поводу особо переживать не стоит. Ресурс амортизаторов, ступичных подшипников и элементов рулевого управления, таких как рулевые тяги и наконечники на этих автомобилях, очень и очень большой. И, как правило, до пробега в 150 тысяч километров какой-либо дополнительной финансовой помощи ходовая часть этой машины от вас не потребует. Кстати, стоит заметить, несмотря на то, что Versa достаточно современный автомобиль, те же шаровые опоры, нижние шаровые опоры на данной машине вы можете поменять и купить отдельно от рычага, за что компании Toyota стоит сказать отдельное спасибо. При осмотре автомобиля снизу, кстати, не забудьте проконтролировать, чтобы у вас не бежали сальники приводов и не было каких-либо масляных подтеков на стыке двигателя и коробке передач, а также на стыке лобовины, то есть крышки, прикрывающей механизм ГРМ и самого блока двигателя. Что касается самого дорогого компонента любой ходовой части, то есть рулевой рейки на Versa, она электрическая, это по определению избавляет вас от проблем с бегущими шлангами гидроусилителя руля, бачками и насосами, поскольку всего этого на автомобиле нет. Рейка эта по части ресурса отмечалась на некоторых автомобилях появлением стуков на пробегах в районе 60 тысяч километров. Поэтому при осмотре поддержанного экземпляра на работоспособность рейки и на отсутствие стуков в рулевом стоит обратить особое внимание. В случае, если рейка на машине, которую вы облюбовали, стучит, смело торгуйтесь. Данная проблема может послужить хорошим основанием для получения скидки на последующий ремонт. Помимо рейки в рулевом управлении Versa может также подстукивать и шлицевое соединение в рулевом валу. Поэтому при осмотре автомобиля на тест-драйве обратите внимание на отсутствие каких-либо посторонних постукиваний и люфтов в рулевом. Стоит отметить, что на тех автомобилях, которые попадали на продажу к нам в RDM Import за 5 лет, на пробегах от 70 до 240 тысяч км, с рейкой в основном все было в порядке. И даже минимальных люфтов на ней не было. Можно предполагать, что на этих автомобилях с ремонтом рейки уже так или иначе сталкивался предыдущий владелец. Поэтому найти Versa в исправном состоянии вполне посильная задача. Что касается задней подвески Toyota Versa, то здесь производитель использовал самую обычную балку. Компонентов минимум, ломаться практически нечему. Даже на автомобилях с пробегами за 200 тысяч километров, все, что можно придумать по задней подвеске, это поменять целенблоки самой балки, либо забить на них и ездить также с трещинами, поскольку на их функционал это по большому счету никоим образом не влияет. И периодически встречается необходимость осуществить ревизию задних тормозных суппортов, когда они начинают брякать на кочках. Это также происходит довольно большим пробегом за 150-200 тысяч километров. Итак, какие выводы можно сделать под всем вышесказанным? Toyota Versa, как и предшественница с именем Corolla Versa, это все тот же образец простой конструкции, надежного исполнения и неплохого качества. Это машина, которая позволяет вам получить максимум автомобиля в плане свободного пространства и семиместной компоновки в случае, если вы смотрите семиместную версию, а также неплохого оснащения при достаточно скромных затратах на содержание и эксплуатацию. Это Toyota в том виде, в каком многие из нас привыкли ее видеть. Надежная, неприхотливая машина, которая никогда вас не подведет, если вы достаточно ответственно подойдете к выбору своего поддержанного экземпляра. Плюсом этой модели можно отнести хорошо сопротивляющийся коррозии кузов, надежный и экономичный двигатель. В городском цикле этот автомобиль способен укладываться в цифру около 8,5-9 литров, естественно, летом, без пробок и без постоянных прогревов. А также хорошая курсовая устойчивость. Эта машина подойдет и тем, кто планирует использовать ее для перемещения по городу и любителям длительных автопутешествий. Можем ли мы рекомендовать Toyota Versa к покупке? Конечно же да, а как может быть иначе? Ведь основная претензия со стороны владельцев к этой модели состоит в том, что ее сняли с производства. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Если у вас была или есть Toyota Versa, вы проехали на ней не одну сотню тысяч километров и вам есть чем нас дополнить и легче нас поправить, пишите в комментариях. Людям, выбирающим себе подобный автомобиль, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока. Пока.